ребят всем привет мы с детишками собираемся к логопеду сегодня на занятия сеня ползает орет уже хочет спать но я ему пока не укладываю потому что пойдем в коляске уснет чем сейчас он уснет потом его переодевать всем одевается почти только пятку то ты опять куда переверни чуть-чуть пяточка даже смотреть вниз вот теперь натягивай дальше сегодня у нас была такая очень какая-то капризная ночь косе я не плохо спал и сейчас плохо он капризничает целый день на ручки на ручки но зубы ничего больше не скажешь я с утра смонтировала влог загрузила его сегодня вообще как-то мало дел делаю ну да ладно хватило предыдущей недели так а второй носок кто будет одевать я сегодня еще занималась общественным делом для группы куда ходит сема я смонтировала видео поздравления наденется попросила меня воспитать что я и сама ну давай сначала ты оденешься а вам сейчас расскажет все что нужно и потом ты расскажешь хорошо я хочу сфотографировать сейчас мама расскажет кусок второй одевай вот и смонтировала я это поздравление но я сама говорила воспитательницы наши что если что то нужно я могу помочь там ничего сложного там картинки под музыку для меня это и так далее переверни сначала пятку вниз вот и так одевай сразу чтобы пяточка вниз было ну так всем ай-яй-яй-яй в общем то у нас сегодня не очень продуктивный день а я не знаю что готовить я не знаю успеем ли мы нет потому что мы приедем домой уже где-то пол шестого а там желательно в сторону кровати двигаться и двигать детей поэтому сегодня наверное я больше ничего готовить не буду и будем а нет я хотела сегодня пирог может быть пирог по-быстрому запечь получится надо подумать ладно все пошли мы собираться одеваться и поедем наши покупочки так по мелочи взяла вообще прям на один разочек ну здравствуйте арсений вообще голодный я его даже еще не раздевая посадила кушать он что-то сам тут ручками ковыряется поэтому я пока тут своими делечками успеваю заниматься ты все выпил он прям видимо голодный был раскапризничался несмотря на то что пюрешкой перекусил да это что ж такое так пытаясь продолжить филешечку печеньки себе и что мы себе вот такие вот рыбки бананы и яблоки пюрешка вот этот с кроликом и брокколи хотя думала что это просто кролик но с детьми у меня так я что-нибудь не то возьму упала да скажи ну ничего такой тоже можно есть и вторая у нас была говядина с овощами пюрешечки фруктовые две уже были сведены двумя детьми палочки фруктовые 1 тоже была съедена упаковка дела себе такой сырок 6 чаем попьем сыр и три баночки это чем издавать анализа и яйцо что все пойду быстренько попью чай давно в планах у меня помыть раковину и вот еще в ванную запихнуть и спать все что сегодня день промчался обычно вторая половина дня прям все молниеносно проходит еще с тем что мы ушли опять дома в 3 пришли в 6 это да очень конечно сказывается когда у нас здесь логопед принимала было намного удобнее мы вышли из дома за пять минут до занятия спустились дошли и все а сейчас к сожалению она переехала приходится ездить потому что занятия на сегодня вроде как нравится хотя у него такой был период что прям не хотела идти с ней в кабинет играть хотел только со мной на сейчас уже спокойно уходит и конечно у него есть прогресс смысла останавливать нет поэтому ходим едем с двумя вот этими маленькими булочками арсений спал пока у них шло занятия еще не поспал 35 минут как раз на руках у меня лежал дырбовка что его зубиками то еще донимает всем доброе утро мы с детьми поставили шарлотку в духовку вчера мне не дошли руки до пирога сказать на сегодня мы это сделали запустили пылесос сейчас он пылесосит и тени сеня нет сеня ага сейчас тени нет нет это жутёк паучок я что плохо комнату закрыла опа сейчас пылесос пропылесосит будем пыль везде протирать а что такое что ты сказал будешь делать окей у нас сегодня очень важный день потому что владика забирают в армию но он сегодня поехал военкомат про счете по последний пункт остался военкомат и сегодня будет известный берут его или отправит еще погулять потому что сейчас тебе расскажу потому что его друга оставили еще на месяц практически дома хотя он уже ну все с вещами приехал что пока нет сегодня владика тоже ему уже симку выдали скажут сидим ждем все с 8 часов как он 8 уехал уже почти 10 конечно переживательно но ничего не поделаешь военкомат это там где мальчиков взрослых забирают служить в армии а так у нас в россии то что все взрослые мальчики должны служить никого еще не ждала из армии то у меня единственный опыт сережка вам познакомлюсь он давным-давно отслужил ну а теперь ну как никого у меня двоюродный брат в армии еще но ему еще месяц еще один уйдет другой придет и все всем так зачем делать бедные мои очки они уже блин болтик просто на последнем вздохе тут живет постоянно отваливаться наверно мне сходить очки заказать что этот линз я пока отказаться своими глазами вот видите все воспаленное мажем мажем что-то не особо не помогает я тут с арсюхой на руках снова занимаюсь уборкой если честно она не так уже надоело но я так себя чувствую хотя бы спокойнее как и как более медленный электрон и смена там тут вот едет послал сам собрать ему только две детальки помогла найти посвятую он сам вот раме они не на улице суда сейчас мне осталось еще пол протодать все на этом все предельно все годом я долго цельской а обороте с полки Ну и время час как бы, а я все еще тут занимаюсь этими делами. Арсюша у нас капризулька, зубики его беспокоят опять. Жалко мне его прям так как рыдает, но да, иногда приходится его через крики оставлять на полу. Пока я заправляла постель, перестилала. Он орал так громко, что мама за минуту все сделала, да, Арсюшка? Еще насчет Владика пока еще тоже неизвестно, он там опять очередную комиссию проходит. Короче, тоже ждем новостей, но пока не особо много, да, от него месочек. Поэтому ходим, занимаемся делами, сегодня опять гулять не пойдем. Вчера сходили, нормально, хватит, сегодня не выдержу, еще готовить надо, да, еще готовить. Все, у нас две стирки, ой, Арсюшка, смотри, мячик прилетел. Да, надо еще игрушки сейчас полковать. Игрушки чистые достану. Ты собрал уже? Да. О, молодец. Мама, давай теперь пойдем укладывать Сеню. Еще Сеню рано укладывать. Ну почему? Ну потому, я сказала Семе, что я ему разрешу поиграть на телефоне, когда пойду укладывать Сеню. Поэтому он теперь ждет, когда пойдешь укладывать Сеню, а Сеню я пойду через часа-полтора. Да, укладываю. Давай лучше еще какой-нибудь пазл достанем, пособираем. Про Машу и медведя давно не собирал. Машу и медведя. Достала мальчикам пакет. Арсений его грызет. Ты что? С игрушками перемытыми. Потому что грязные убрала. Я их сейчас, блин, до сих пор у меня появилось желание постоянно все мыть. И поэтому я их раз в день меняю. А раз в три дня теперь буду мыть. Ну а сколько мне хватит? Не знаю, наверное, ненадолго. Но пока делаю так, пока все лечатся. Включила мультики. Тут они параллельно на них отвлекаются. А я пытаюсь закончить вырезать свои выкройки. Вот это вот Семке будет пижама. Это уже от другой девочки выкройка. Тут будет много. Сейчас, Сена, тут будет много размеров. Для того, чтобы пока Сема дорастет до 116-го, у меня будет выкройка. Сенька пока носит где-то 86. Короче, у меня на все размеры будут выкройки. Я пока самое большое вырезала. И сейчас буду переводить на бумагу. Но не сейчас уже, наверное, завтра. Может быть, займусь этим. Сейчас я хочу немножечко прибраться, разобраться дома. Арсюшка уже пообедала. По ужину, точнее, Сема еще нет. Но мне хочется немного навести порядок. Все, убрать поверхности. Что? Кого найти? Чернику! Чернику? Да. Какую чернику? На которую я на фабрику привез. На какую-то фабрику ты привез чернику? И теперь не можешь ее найти? Да. У тебя опять какая-то фабрика тут? Да. Видите? Это черниковая фабрика. Черничная. Да. Сеня, хватит грызть пакет. Отгрызешь. Мама! Какой у тебя есть чернику? Тебе куда погудить? Ой, ну не знаю. Ну поищи, съезди в лес черники и там собери. Мама! Как тебе такая идея? Ну мама, давай со мной. Сейчас мне надо выкройки убрать и съездим. Ага. Пока можешь один. А я потом к тебе присоединюсь. Ну мама, если я с детям потеряюсь... Ну, дома ты не потеряешься. Это в настоящем лесу нельзя без мамы ходить. А дома-то можно, когда играешь. Ты же не по-настоящему. Ой, у меня колесо таилось. Ну надо починить. Ну я его, кстати, не знаю, не видела где он. Сене 4 года. Он живет вместе с мамой и папой. Ой, кто там ударился? Никто? Такой звук был. В большой квартире на втором этаже. Вот так мы ложимся спать. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok